Я поведу речь о самой зловонной куче гниющего питерского мусора, ароматами и ядами, которыми нам приходится дышать. Это эко-новый свет, полигон мусорных отходов, полигон как таковой смерти. С 2017 года нам дают неоднократное обещание о закрытии данного полигона. На все встречи, как мы поднимали этот вопрос, нам всегда говорили, ну вот через год, ну вот на следующий год. И что же, обещания уже даже и перестали давать. У нас спрашивают, а куда везти мусор из Питера? Странно, а разве мы с вами должны решать данный вопрос? Ведь есть специалисты, комитеты, вот кто должен решать, куда везти мусор. А в это время полигон благоухает своими мязными и ядами. Не только на Гатчину и район, а уже и за пределы нашего района. В районе исследуемого участка, это около деревни Шаглина, площадью 73 гектара, с существующей сильной антропогенной нагрузкой планируется размещение объектов и переработки отходов. Следует учитывать, что в добавлении к перечисленным объектам негативного воздействия в 4 километрах находится Петербургский институт геонерной физики с его реактором. Кроме того, в 5 километрах от данного участка расположены дворцовые парки, объекты охраны ЮНЕСКО, основу которых составляет система знаменитых Датчинских озер. В 2017 году Роспотребнадзором после проведения анализа качества ключевой воды было запрещено употреблять данную воду из ключей парка. Это происходит в первый раз за всю историю. И все это один водоносный подземный слой вместе с бассейном реки Ижора. Река Ижора протекает в полутора километров от ближайшего запланированного объекта по мусоропереработке. Можно предположить использование данного участка только как под зеленую буферную зону. Но ведь это никому не интересно. Появились новые экспертизы, новые предприятия уже строятся, что приведет к еще большему ухудшению экологической обстановки. В санитарной зоне свалки выращивается сельхозпродукция. И далее идет на реализацию людям. Хотя по пункту 5 постановления правительства Российской Федерации, номер 222, 3 марта 2018 года, установлены требования к ограничению на использование земельных участков границы санитарно-защитной зоны. Данный пункт означает, что в границах этой зоны нельзя не выращивать, не хранить сельхозпродукцию. Мы требуем немедленного закрытия полигона на рекультивацию. Мы требуем принятия генплана подамягского поселения с изменениями класса опасности. И не допущение постройки никакой мусоропереработки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова